На Смоленской атомной электростанции завершился конкурс предложений по улучшениям и ПСР-проектов среди молодых работников предприятия. Конкурс проводился с 1 февраля по 29 апреля. Основная его цель – повышение эффективности производственных процессов путем сокращения всех видов потерь и стимулирования активности молодых работников в направлении реализации производственной системы «Росатом». 29 работ по пяти номинациям представили молодые атомщики на конкурс. Защита шести лучших ПСР-проектов перед конкурсной комиссией под председательством заместителя главного инженера Олега Кужиньязова состоялась 5 мая. Защищаю работу внедрения на блочном счете управления первого, второго и третьего энергоблоков технологической сигнализации о начале отчета выдержки времени. Принимал участие в конкурсе в прошлом году, занял первое место. Естественно, хочу попробовать свои силы и в этом году. Внедрение производственной системы «Росатом» на Смоленской АЭС открывает широкие перспективы модернизации и совершенствования давно существующих процессов. Дает возможность каждому работнику внести свою лепту в общее дело, развивать свое направление деятельности и развиваться самому. «Представляю свой проект по оптимизации учетной документации. Хотим оптимизировать данные журналы путем автоматизации этого процесса, создания электронной базы журналов, что нам позволит сократить время на заполнение данных журналов, сократить трудозатраты и улучшить качество работы персонала». «Сегодня я буду представлять свой проект «Оптимизация мониторинга работы вентиляционного оборудования». Данный проект, во-первых, абсолютно незатратный, разработан на бесплатном программном обеспечении и разработан он своими силами, то есть без привлечения подрядных организаций». Лучшие из лучших ПСР-проекты молодых атомщиков конкурсная комиссия определит совсем скоро. Победители получат денежную премию и смогут принимать участие в производственно-технических конференциях 2016 года. Лучшие из лучших ПСР-проекты молодых атомщиков конкурсная комиссия «Оптимизация мониторинга» Гребля в нашем городе развивается и объединяет людей, а мастерство и уровень спортсменов позволяет им отстаивать честь города на всероссийских соревнованиях. Желаю всем спортсменам удачного старта и финиша, а болельщикам отличного настроения и получить удовольствие от красивого водного фестиваля. Парадом флагов на лодках «Дракон» с экипажами Смоленской АЭС, АО «Атомтранс», АО «Элс», АО «ЭЦМ», Профсоюза Смоленской атомной электростанции, САЭР и Организации молодых атомщиков, 7 мая в Десногорске открылся сезон навигации и водных видов спорта. Праздничную регату спортсмены приурочили ко дню Великой Победы. Флотилия из семи лодок под флагами Победы Российской Федерации, Единой России, города атомщиков, предприятий и общественных организаций грациозно прошла по водной глади Десногорского водохранилища дистанцию в один километр. «Все замечательно, все превосходно. Погода отличная, настроение превосходное. Желание грести есть, возможности тоже». В этом году Десногорцев ждет много увлекательных соревнований, приуроченных к празднованию Дня России, Дня Российского флота и Дня физкультурника. В день освобождения Смоленщины сезон закроет масштабная гонка с участием сильнейших спортсменов страны. С 5 по 9 мая 2016 года Десногорск с официальным визитом посетил президент Европейской ассоциации Хаиндонг Гумдо Санг Хёнхан. Город атомщиков стал площадкой для первого в России открытого международного семинара по корейскому боевому искусству «Фехтование на мечах». Знаменательное спортивное событие организовали Смоленская АЭС и администрация Десногорска. Уникальной возможностью получить бесценные уроки от известного в мире мастера воспользовались представители национальных клубов различных единоборств. Международный семинар – первый шаг к появлению Российской Федерации корейского «Фехтования на мечах», которую планируют создать руководитель клуба рукопашного боя «Витязь» Смоленской АЭС, специалист службы безопасности атомной станции Александр Дальменко и председатель Смоленского спортивного клуба «Меркурий» Владимир Коптецов. Для корейского мастера город-спутник Смоленской АЭС стал первым на пути изучения России. Я думаю, что эту поездку я никогда не забуду, она всегда останется в моей памяти. И я надеюсь, что нам удастся все-таки реализовать наши мечты, планы и распространять, начать здесь на Горске распространять культуру этого боевого искусства. Молодой и инновационный город Смоленской области как нельзя лучше подходит для зарождения новых традиций. Мы совершенно открыты для новых видов спорта. И есть у нас в Десногорске люди, традиционно долго занимающиеся единоборствами. И сейчас, когда нам выдалась возможность стать в очередной раз первооткрывателями, и даже не на уровне области, а даже на уровне России, представив здесь корейское боевое искусство фехтования «Хайдонгумдо», Десногор для этого подходит как никогда лучше. Более 100 учащихся школ Десногорска посетили киномарафон, посвященный Дню Победы и Году кино в России. Проект нравственно-патриотического воспитания подрастающего поколения инициирован Смоленской АЭС и АО «Смоленск Атомтехэнерго» при поддержке городского комитета образования. В этом году «Смоленск Атомтехэнерго» совместно с информационным центром «Смоленской Атомной Станции» при согласовании, опять же, киноконцерна «Мосфильм», «Белорусфильм», «Марс Энтертаймер» и киностудия имени Горького, опять же, будут для школьников показаны фильмы на военную тематику, которые называются «Единичка», «Пятерка отважных», «Сын полка», «Жила-была девочка» и «Иваново детство». Данные фильмы дают нашим детям понять и увидеть подвиг тех людей, которых было в военное время. С 4 по 5 мая в интерактивном демонстрационном зале Смоленской АЭС учащиеся знакомились с ценностями атомной отрасли, смотрели фильмы о Великой Отечественной войне, делились впечатлениями, приняли участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка». 6 мая в реабилитационно-оздоровительном и досуговом центре Смоленской АЭС состоялся торжественный вечер в честь Дня Победы, организованной администрацией и профсоюзным комитетом атомной станции. Его почетными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, узники концлагерей, воины-интернационалисты, а также представители городской власти, общественных организаций Смоленской АЭС и города Десногорск, представители духовенства. В прошлые годы войны, пройдя сквозь нечеловеческие страдания и боль, в жестоких боях вы и ваши товарищи отстояли свободу на живых. Мы всегда будем помнить, какой ценой завоевал мир и передадим эту память потомкам. Коллективами сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюзной организации Смоленской АЭС была подготовлена яркая концертная программа. В исполнении артистов прозвучали песни фронтовых лет. 7 мая в Цессоне Трино состоялась концертная программа, посвященная героической дате. Со сцены прозвучали душевные патриотические песни, а танцевальные коллективы представили наполненные глубоким смыслом театрализованные композиции. Концерт оставил у зрителей самые лучшие впечатления, подарил радость при общении к великому искусству музыки и танца и в очередной раз вызвал восхищение нашими десногорскими талантами. Субтитры создавал DimaTorzok